Приветствую, леди и джентльмены, меня зовут Слава Грис, я разработчик таких игр как Фиармониум, Кэтмейз и Рефлекшн оф Майн, но в этой рубрике мы поговорим не про мои игры, а про проекты, которые кажутся мне интересными и которые забыты без всякой на то причины. Первым пациентом я выбрал игрушку Барокко. В своё время она вышла на Sega Saturn, так и не была переведена официально на английский, а продвинутый ремастер получила в 2007 году на Соньку Вторую и Вии. Именно этот ремастер, добавивший нормальный графоний, добавивший английскую локализацию и стал сегодняшним клиентом. Франшиза Барокко никогда особо не пользовалась популярностью на Западе. Разгадывать метафоры и тайны этой уникальной игры англоговорящим игрокам пришлось не по вкусу, как и русскоговорящим, потому я здесь, потому что о некоторых оригинальных идеях очень-очень хочется рассказать. Сама игра это рогалик, где нам выпадает роль юноши, попавшего в мир после некой катастрофы. В самом сердце индустриальных руин расположена гротесная башня, где смертным даётся возможность искупить свои грехи. Именно в этой башне уровни процедурно генерируются, и именно её нам предстоит исследовать всю игру. На входе в башню нас встречает Архангел, который поясняет нам, что мир, где мы находимся, нереален. А чтобы исцелиться, нам нужно убить Верховного Бога, запертого в самом сердце башни. Для этого Ангел выдает нам винтовку. Её мощность сокрушительная, любая гадина падает с одного выстрела, но запас этих выстрелов ограничен там пятью штуками. Пройти башню с первой попытки целиком просто невозможно, но так как это рогалик, смерт сюда вплесена прям в сюжетку. Так что наша первая неизбежная гибель, она прерывается сценой, в которой демонстрируется некого рода лаборатория, где таких парнишек, как мы, выращивают пачками. Каждый новый заход в башню осуществляется не одним и тем же персонажем, а его копиями. Это объясняет странную штуку, которая далеко не сразу бросилась мне в глаза. Каждый наш новый заход, он осуществляется с разными начальными характеристиками. Но чуть позже я заметил, что у характеристик всего два варианта. И первый мой вопрос заключался в том, что бы это могло значить. Догадки о двух вариантах начинают посещать после первого прохождения самой башни. Забравшись на ее вершину и глянув вниз, наш герой видит свою копию, называющую себя нашим братом и умоляющую не убивать его. Тогда смерть решает принять наш безымянный герой и смело прыгает с башни, но исчезает, не долетая до земли, ибо прошлого не изменить. Являемся ли мы клоном и с какой виной мы боремся в башне? Какие такие грехи мы искупляем? Ответы, полученные спустя десятку-другую часов, меня приятно удивили. Мы не являемся клоном, мы чувствуем себя клоном. До определенного возраста мы жили в одном теле со своим близнецом. Но в какой-то момент наша мать приняла решение разделить нас. Главный врач с лицом того самого архангела объяснил ей, что один из нас умрет в ходе этой операции, и она должна выбрать, кто именно из ее детей погибнет, а кто будет жить с чувством вечной вины. Добираясь до финального этажа в башне, мы встречаемся с тем самым верховным богом и встаем перед выбором – поддаться провокациям врача-архангела и пристрелить высшее существо, либо слиться с ним. Ситуацию усугубляет то, что высшим богом оказывается наша мать. Основное чувство вины за смерть брата мы испытываем даже не по отношению к брату, а по отношению к матери, которая произносит интересную фразу «У тебя недостаточно прошлого, чтобы оно могло контролировать тебя, а у меня недостаточно боли, чтобы она контролировала меня». С чувством вины главного героя мы разобрались, но почему же его мать заперта на дне какой-то башни, и что за боль такая? Новая арка сюжета вертится как раз вокруг этого, и саму боль олицетворяют маленькие летающие младенцы, издающие детские стоны и плач, и называемые в игре «малыши». Музыкальное сопровождение, играющее вокруг них, на мой взгляд, реализовано просто на высшем уровне. У нашей матери этих малышей отняли приспешники врача-архангела и заковали их в некой лаборатории. Без боли мать не ощущает никакой вины, сочувствия, и она максимально отдалилась от главного героя, который одновременно, получается, потерял и мать, так как она замкнулась, и брата. Боли, кстати, лишилась и наша девушка, но если я буду рассказывать все сюжетные арки, видео займет просто две бесконечности. В итоге нашей новой целью становится освобождение боли нашей матери и повторная встреча с ней. Архангел пытается всячески этому противостоять, рассказывая о том, что все больное должно быть удалено и уничтожено, а мать обречет счастливую жизнь, только лишившись страданий. Такая холодная рассудительная логика врача, полностью потерявшего всякую человечность. Метафора ли это того, что мать главного героя напичкана антидепрессантами? Таблетки в игре тоже присутствуют, они явно связаны с малышами. Или менее конкретное высказывание о том, что ощущение боли и страх перед ней делают нас людьми, история умалчивает. Трактовать эти образы можно по-разному. В любом случае, на рассуждение о благотворном влиянии боли и страха на нашу жизнь, эта игра подтолкнет. О чем-то сожалеть, чего-то бояться и страдать, это не всегда что-то негативное. Это как раз то, что помогает нам не отстраняться от наших близких и в целом не терять человечности. В компании олицетворяющих боль малышей мы вновь спускаемся к матери и падаем в ее объятия. Вместо своего стандартова «не подходи, не сходи с ума» и «забудь» она начинает произносить совсем другие, более трогательные слова. Малыши плачут, но в определенный момент замолкают и начинают светиться, вызывая недоумение у архангела, воспринимавшего их только как что-то страдальческое. Персонажи говорят о том, что к ним вернулась боль, к ним вернулось прошлое, и сейчас они покинут этот безумный мир, забрав его с собой. Единственное правильное решение – это смотреть в глаза своим ошибкам, преодолевать свои страдания и преобразовывать свою боль в тягу к любви и заботе. «Барокко» – это очень глубокая, уникальная и философская игра, выполненная в интересной стилистике, передать которую на видео очень тяжело. Я же играл в неё на «Соньке 2» с кинескопного телевизора, и выглядела она куда более впечатляющая, чем то, что вы видели на экране. Но в любом случае на графике останавливаться долго не будем, потому что вы и так всё видели сами, и можете оценить то, что игра цепляет скорее своей стилистикой, нежели своим исполнением. Дизайн персонажей, дизайн врагов здесь, правда, выполнен на высоком и интересном уровне. Так что давайте сразу перескочим на игровые механики, потому что было бы странно, если бы за столь оригинальным концентом скрывался бы лишённый свежих идей игровой процесс. Я упоминал, что игра – это рогалик с почти перманентной смертью. Мы из раза в раз забираемся на огромную башню в поисках высшего бога, и всё, что мы можем перенести на следующий заход, так это всего 5 предметов из вентаря. Нам нужно найти специальные телепорты внутри башни и кинуть туда какую-либо вещь. Тогда при старте следующей игры мы сможем забрать её у специального неиграбельного персонажа в хабе перед башней. Что любопытно, в ходе самого прохождения этой вещь ему, разумеется, лишаемся, и всегда стоим перед выбором – дойти ли до конца башни с вот этим крутым мечом, или швырнуть его в телепорт и использовать уже при следующем прохождении. Но мечи, броня и расходники – это отнюдь не самое ценное, что мы можем найти. Уникальная механика заключается в том, что у каждого персонажа есть своя идея. Идея – это волшебная сфера, содержащая основную мысль данного героя и оставленная им после смерти. Его, так сказать, жизненная кредо, закованная в крошечный предмет. Идея, пожалуй, самая редкая и дорогое из всего, что мы можем подобрать, а то, как их использовать – это одна из самых сложных головоломок в барокку. Приведу пример. Один из персонажей в хабе, под гнётом случившейся катастрофы, переходит во всё более и более депрессивные состояния. В определённый момент его идеей становится закопать себя заживо, что он незамедлительно и совершает. На месте заживо погреблённого остаётся больная идея о том, что смерть – это единственный и притом не самый плохой выход. Получив эту опасную сферу, мы можем применить её на других неиграбельных персонажей. И если часть из них сферу оттолкнёт, не желая перенимать таких грустных мыслей, то другая часть её примет. Через некоторое время мы увидим, как герои, буквально заражённые этой идеей, закапывают себя заживо. Таким образом, кстати, мы избавляемся от одного персонажа, который нам чертовски мешал пройти в лабораторию. Идеи изредка падают и из самих монстров. Так можно выяснить, что они олицетворяют в сознании героя, ибо в плане дизайна чудовищ барокко чертовски похоже на вторую часть Сэланд Хилл. Здесь каждая тварь имеет какое-то значение и отражает какую-то психическую травму. Идеи помогут расшифровать, какую именно. Особенно я позабавила, каким образом сюда воткнули формирующуюся сексуальность главного героя. Встреча с весьма уродливой тварью может нас заразить такой вещью, как похоть. И во время этого дебафа все монстры начинают нам казаться соблазнительными красоточками. Потому что похоть так и работает. Уже плевать, как на самом деле выглядит существо, ты видишь в нем нечто сексуализированное. Оригинальный тут подход и по убиению всего и вся. Собирая всякое барахло в башне, мы периодически находим коробочки с заклинаниями, которые так интересно комбинировать. Например, тут есть банальные заклинания, наносящие урон всем монстрам, кто находится в комнате, льдом там или огнем. Но скомбинировав их с заклинанием призывающих всех монстров с этажа в одну комнату, можно устроить настоящий цирк с конями. Выбираем комнатку поменьше, призываем туда всех чудищ и тут же активируем массовую атаку. Помимо этого, игра круто обращается с расходниками, восполняющими жизнь и выносливость. Барокко всячески старается препятствовать тому, чтобы мы имели возможность забить весь инвентарь лечилками и просто закидываться ими на тяжелых секциях. Против такой унылой тактики здесь работает сразу несколько прикольных механик. Во-первых, инвентарь, разумеется, ограничен, что на самом деле не очень прикольно. Во-вторых, все восстанавливающие предметы это сырое мясо, которое имеет свойство портиться. Если вы долго носите в инвентаре кусок мяса, рано или поздно он сгниет. Вместо предмета, восстанавливающего жизни, у нас появляется предмет, способный только отравить нас и сделать слабее. А еще его можно швырнуть в монстра, тогда отравится уже монстр. Однако, что любопытно, в игре есть уровни с огненными ловушками, и если кусок сырого мяса кинуть в такую ловушку, то вы получите кусок жареного мяса, который восстановит меньше здоровья, но зато дольше пролежит в инвентаре. Третий способ, вынуждающий игрока тратить расходники, еще оригинальнее. Если мы найдем кусок мяса, который восстанавливает, например, там 100 единиц здоровья, но съедим его, когда шкала нашего здоровья полностью заполнена, то мы получим плюс 10 к максимальному уровню здоровья. Таким образом, игрок все время в раздумьях, отложить ли еду на случай, когда запахнет жареным, или же съесть ее прямо сейчас, чтобы получить перманентную прибавку к характеристикам. Четвертый способ еще и постоянно держит игрока в напряжении. Помимо полоски здоровья, у нас есть еще полоска постоянно убывающей выносливости, восполняемой все тем же расходниками. Когда выносливость подходит к концу, каждое мгновение у нас начинает отниматься здоровье. В итоге оборонительная тактика в игре совсем теряет смысл, мы обязаны действовать быстро и убивать как можно больше монстров, чтобы выбить с них предметов, способных восстановить выносливость. Глухая оборона или игнорирование соперников приведет к тому, что мы просто пробежим пару этажей и упадем замертво на ровном месте. Напоследок, я хочу отметить те способы, которыми игрок обязан двигать игру по сюжету, ибо даже успешное убиение всех чудовищ и достижение высшего бога из раза в раз будет приводить к самой простой и не самой приятной концовке, в ту очередь как сюжет не прояснится вообще никаким образом. В игре колоссальное количество неиграбельных персонажей, встречаемых нами на различных этажах. Что удобно, они всегда стоят на своем этаже, и если мы ищем кого-то конкретного, то мы можем быть уверены, что в хаосе из таких процедурно генерируемых комнат на четвертом этаже будет обязательно где-то стоять, например, доктор Ангелиус. Врачи здесь вообще очень часто олицетворяют какие-то божественные сущности. Благодаря механике, позволяющей шевырять предметы, у нас есть почти неограниченное количество способов взаимодействовать с этими существами. Мы кидаем в них как и коробки с заклинаниями, так и идеи. Если тому же доктору Ангелиусу отдать свое самое сильное оружие, вот ту самую винтовку, которая уничтожает кого угодно с одного выстрела, то он нам откроет проход в лабораторию, где прояснится, кто такие малыши. Что это такие крошечные младенцы летающие, олицетворяющие боль и изъятые из матери главного героя после пережитой трагедии. Сначала я сокрушался о том, как же, черт возьми, догадаться до способа взаимодействия с каждым неиграбельным персонажем без использования подсказок в сети. Но тут эта сложная и таинственная игра надо мной сжалилась. Часть неиграбельных персонажей нужна только для того, чтобы давать нам подсказки в духе «А ты не пробовал делиться с Элизой своей идеей?». Все фразы неиграбельных персонажей, они заносятся в специальный пункт в меню, и мы в любой момент можем их пересчитать. Благодаря лаконичности этих высказываний, текста там не так уж и много, так что открыть все концовки и увидеть все ключевые сцены можно и без подсказок в интернете где-то часов эдак за 20. Но понять увиденное – это уже не под силу игрокам-одиночкам. Сюжет барокко строится из метафор, догадок, предположений и каких-то суеверий. Трактовать его можно по-разному. И это круто в том плане, что в трактовке проявляется личность играющего. И игра своим абстрактным сюжетом будет давить на то, что болит конкретно у того, кто сейчас взял контроллер в руки. По этой же причине про некоторые сюжетные арки мне говорить в этом ролике просто страшно. Я не уверен, что я понял их так, как задумывали сами разработчики. Тем не менее, столкнулся с проектом, который заставляет думать, и после выключения консоли рассуждать не о каких-то новостях, которые вы там прочитали, а рассуждать о настоящем искусстве. Рассуждать о том, что ты увидел, что ты из этого понял, согласен ли ты с этими выводами или нет. Таким образом, это помогает вытолкнуть из головы всю ту ересь, грязь, страх и просто бред, который нас закидывает в подключенность к сети. Ведь в этом же и есть, на мой взгляд, суть искусства. Освободиться от руминации, освободиться от негативных мыслей, забить свою голову рассуждениями о чем-то прекрасном, о чем-то на почве чего можно генерировать новые идеи. Я не знаю, что может быть приятнее для ума, чем решение загадок, которые предложены нам в играх, подобными Барокко. И при всем при этом, она не настолько запутана, как Пэтскоуп. В любом случае, на какую бы концовку вы бы не прошли игру, вы все равно хоть что-нибудь давней поймете, хоть какие-то выводы сделаете. Барокко не оставляет с ощущением того, что вы просто потратили 20 часов на какую-то ерунду. Нет, она дарит то, о чем можно думать, о чем хочется рассуждать, и о чем было так приятно рассказывать. Надеюсь, я кого-нибудь заинтересовал, кто-нибудь поиграет и сможет со мной обсудить этот шедевр ушедших эпох. Напишите в комментариях, как вам вообще такая рубрика, потому что у меня таких игр припасено два вагона, я вообще люблю копаться в таких проектах. И расскажите, стали бы вы сами играть в Барокко? А пока подписывайтесь и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok